Всем привет, меня зовут Павел Сафронов, и это обращение, теперь вопрос к лицу, именующему себя президентом России, то есть к Путину Владимиру Владимировичу. Записываю я это обращение к его прямой линии 17 декабря 2020 года. В этом обращении не будет близоблюдства и обращений подобных уважаемый Владимир Владимирович и прочего, поэтому перейдем сразу к делу. В России существует сообщество гражданских активистов движения, которое занимается борьбой с коррупцией, а также общественным контролем за соблюдением законности между гражданами, должными лицами, чиновниками и силовиками. Так вот, большинство его участников преследуются федеральными органами государственной власти, в том числе и по уголовным делам. Многие сейчас находятся в местах лишения свободы по уголовным делам, имеющими все признаки политической мотивированности, то есть заинтересованности в них представителей российской власти. Конкретно, имена и фамилиям. Ян Котелевский и Александр Дорогов преследуются после выхода их расследования о связи ритуального бизнеса в Подмосковье с высокопоставленными силовиками. Лаврентьев Максим, Каменский Сергей, Садовин Анатолий. Канал YouTube «Не будь инертным». Город Кемерово. Преследуются после ролика о том, как их избили и ограбили неизвестные возле здания ФСБ России во время рейда против нарушения водителями правил дорожного движения. Нападавшие оказались сотрудниками ФСБ, а активистов заключили по стражу. Гаспар Авакян. Город Ростов-на-Дону. Блогер-журналист. Сотрудничал с Управлением собственной безопасности МВД России и выявлял коррумпированных силовиков. По один прекрасный момент ему начали предлагать деньги за непубликацию материала о них. Разговор он записал и передал в УСБ. Но там решили почему-то посадить самого Гаспара за вымогательство. Александр Скворцов. Город Обнинск. Он пришел в службу судебных приставов по вопросу незаконно начисленных исполнительных сборов и стал снимать происходящее на камеру. Судебный пристав напал на него и начал бить, пытаясь вырвать камеру. Скворцов обратился в Следственный комитет с заявлением, но дело возбудили почему-то на него. Дерюшкин Сергей. Город Астрахань. Канал YouTube гражданин Астрахани. Сотрудник полиции совершил на него наезд, двигаясь на личном автомобиле по тротуару. Сергей вызвал полицию, однако теперь сам подозревается в умышленной порче автомобиля сотрудника полиции. Все вышеперечисленные люди также являются журналистами и публичными общественными деятелями. В чем же вопрос, спросишь ты? Ведь ты же постоянно говоришь, что на следствие и суд повлиять не можешь. Вопрос только один. Когда прекратятся подобные случаи преследования невиновных людей за их активную гражданскую позицию и журналистскую деятельность? И да, кстати, когда ты уже покинешь пост президента России, и собираешься ли ты сделать это добровольно? Прошу всех, кому не безразлична судьба ребят, перечисленных выше, максимально распространить это видео. Я, конечно, не надеюсь на какой-то конструктивный ответ, да и вообще на какой-то ответ, но все же. Продолжение следует...